Размещение беженцев, готовность к весенним паводкам, работа по привлечению врачей и обращения жителей. Эти темы Андрей Воробьев обсудил сегодня на еженедельном совещании с членами правительства Московской области и главами муниципалитетов. Текущая геополитическая обстановка диктует новые вызовы, и к ним власти региона должны быть готовы. Об этом в начале своего традиционного совещания заявил губернатор. Наиболее пристального внимания требует сейчас сфера экономики. У нас, как мы знаем, самый большой в стране строительный блок. Максим Александрович, мы видим, как лихорадит рынки, ключевую ставку сегодня подняли. Это все говорит о том, что мы должны держать ухо во строй, и я прошу вас вместе с застройщиками также проанализировать ситуацию для того, чтобы мы не допустили нарушения прав граждан. Сегодня на повестке дня оказания помощи беженцам. В Подмосковье на прошлой неделе прибыло порядка 1300 человек. Большинство – женщины и дети. Сейчас на территории Московской области организован сбор гуманитарной помощи. В Серпухове сдать вещи, продукты и предметы первой необходимости можно в Малом холле Дворца культуры России. Пока беженцев Донецкой и Луганской республик разместили в семи детских лагерях – Волоколамске, Клину, Подольске, Коломне, Зарайске и Пушкино. Им оказана вся необходимая помощь. Очень многим оказана медицинская помощь. Спасибо врачам. Сегодня порядка 400 детей пошли в школу. Главы, благодарю вас за сопровождение, помощь, снабжение всем необходимым. Знаю, что эта помощь и сейчас, и в будущем будет продолжаться. Поэтому считаю это очень важным и своевременным. Обсудили и тему весенних паводков. Несмотря на снежную зиму, значительного изменения уровня воды пока не ожидается. Весеннее половодие прогнозируют в пределах и выше нормы. Более точные данные будут известны после 5 марта. Но уже сейчас выходить на лёд небезопасно. На некоторых участках водоёмов и водотоков ледяной покров не является сплошным и имеет недостаточную прочность. Соответственно, выход на лёд опасен. На всех водоёмах бассейна Московской области вскрытие льда ожидается во второй половине марта. Серпуха в число паводкоопасных городских округов не входит. Однако ситуация на постоянном контроле. На днях на базе водоканала прошёл смотр техники и спецсредств. Главной темой в сфере здравоохранения стал вопрос привлечения кадров. Правительство вводит новые меры социальной поддержки. Об этом рассказала губернатору Светлана Стригункова. С 1 января у нас реализована государственная услуга по ежемесячной выплате в размере 20 тысяч рублей медицинским работникам для компенсации стоимости аренды жилья. За январь месяц у нас получили такие выплаты 1864 человека. И что здесь хочется отметить, что 94 человека пришли в январе месяце. А 248 у нас трудоустроились в феврале, которые также в соответствии с нашим порядком будут получать эти выплаты, начиная с февраля. В Серпухове этой услугой уже воспользовались многие медицинские специалисты. Ещё одна новая льгота предусмотрена по программе «Приведи друга». По ней медработники могут получить единоразовую выплату от 30 до 50 тысяч рублей за привлечённого специалиста в систему здравоохранения Московской области.